Ульяна, добрый день, представь свою работу. Здравствуйте, меня зовут Ульяна, я ученица четвертого класса. Моя работа называется «Магниты их свойства». Как-то раз я была у бабушки в гостях и смотрела, как она шьет. И вдруг у нее иголка выпала и упала в щель в полу. Она, недолго думая, взяла ножницы и пощелкала ими и достала иголку. Она к ней примагнитилась, и мне стало интересно, почему иголка притянулась к ножницам. И я задумалась, что такое магнит и какими свойствами он обладает. Гипотеза. Я предположила, что магнит притягивает все металлические предметы. Можно ли создать магнитное поле самому, если изучить свойства магнитов? Цель моей работы – изучение свойств магнита и возможности использования его в быту. Магниты – магнитная сила. Магниты – это тела, обладающие способностью притягивать железные и стальные предметы и отталкивать некоторые другие, благодаря действию своего магнитного поля. В природе магниты встречаются в виде кусков камня, магнитного железняка, магнитита. Магнитная сила – это сила, с которой предметы притягиваются к магниту. Опыт первый. Все ли тела притягиваются к магнитам? Я взяла разные предметы и поднесла их к магнитам. Мы проводим опыт, узнаем, все ли тела притягивают магниты. Мы взяли лист бумаги, ножницы, линейку, ручку и скрепку. Начнем. В результате опыта мы узнали, магнит притягивает все металлические предметы. Вывод. Магнит притягивает только металлические предметы. Применение в жизни. Магниты используются в детских игрушках-конструкторах, магниты на холодильник, магнит в телевизорах и компьютерах. Опыт второй. Может ли магнит действовать через преграды? В этом опыте я попробую примагнитить разные металлические предметы через преграды. Проводим опыт. Узнаем, магнит действует через преграды. Возьмем скрепку и кладем ее под лист. Берем магнит, прикладываем. Поднимаем. Он притянул скрепку. Дальше. Берем стакан с водой. Кладем туда ножницы. А теперь прикладываем магнит. Магнит притянул к себе ножницы. Следующее. Берем иголку, кладем ее на стол. Магнит под стол. Магнит притянул к себе иголку. В результате опыта магнит сохранил свои свойства. Вывод. Сила магнита действует через предметы и материалы. Использование этого свойства в жизни. Благодаря своей способности притягивать предметы под водой, магниты используются при строительстве и ремонте подводных сооружений. С их помощью очень удобно закреплять и прокладывать кабель или держать под рукой инструмент. Опыт третий. Может ли магнит передавать свою силу? В этом опыте я попробовала, передала силу магнита через скрепку. Проводим опыт. Узнаем, магнит передает свою силу? В результате опыта магнит передает свою силу. Вывод. Магнитное поле можно создать искусственно. Рядом с магнитом металлические предметы намагничиваются и сами становятся магнитом. Опыт четвертый. Можно ли создать магнитное поле? В этом опыте я попробовала создать магнитное поле. Проведем эксперимент. Попробуем создать магнитное поле. Нам понадобится отвертка, ткань и скрепка. Мы возьмем отвертку и потрем ее об ткань. Тем самым мы создаем магнитное поле. Потом мы отвертку прикладываем к скрепке. Как мы видим, скрепка примагнитилась к отвертке. В результате опыта мы поняли, что магнитное поле можно создать искусственно. Вывод. В результате опыта мы увидели, что магнитное поле можно создать искусственно. Используем это свойство в жизни. Можно намагнитить отвертку для удобства закручивания саморезов и шурупов, чтобы они не падали. Я поняла. После проделанной работы я могу с уверенностью утверждать, что магнит притягивает металлические предметы через воду, дерево и бумагу. С деревом, резиной, стеклом, бумагой и пластмассой магнит не взаимодействует. В ходе моего исследования я узнала много интересного о магните и о его свойствах. Экспериментальным путем я доказала, что магнитное поле можно создать искусственно. Цели моей проектной работы достигнуты. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Ульяна, за твои опыты. Очень интересно. Уважаемые члены жюри, вопросы? Ульяна, подскажи, пожалуйста, а вот по завершению работы появились ли у тебя какие-то идеи, возможно, другие какие-то гипотезы, другие какие-то направления, которые бы ты хотел в дальнейшем исследовать? Спасибо. Нет, не возникло. Пока нет. Ну, пока нет, но я думаю, что чуть попозже у тебя возникнут идеи. В следующем году мы увидим уже абсолютно другие опыты по изучению чего-то нового и необычного. Спасибо большое, Ульяна. Спасибо.